Первым делом давайте продублируем наш уровень. Дубликейт. Назовем его в этот раз уже Italia GPU и откроем. Как вы видите мы продублировали только уровень без карт освещенности и у нас опять нет запеченного света. То есть мы возвращаемся к началу. Давайте скинем все настройки World Settings к стандартным. Для этого просто нажимаем вот эту желтую галочку и все наши настройки включая Compress Lightmass скидываются к стандартным. И аналогично давайте Lightning Quality уберем к превью. Все что у нас осталось из прошлой сцены это уже настроенные Lightmass Resolution на всех объектов. И все остальное у нас все по нулям. Свет оставляем тот же чтобы просто сравнить насколько быстрее тот же свет, те же объекты, те же разрешения Lightmass Resolution запекутся на GPU Lightmass. Никакие настройки не трогаем. Просто нажимаем Build. Свет у нас запекся. Давайте посмотрим сколько заняло времени. 6 минут 10 секунд. Почувствуйте разницу. Как вы видите качество уже довольно хорошее. И в некоторых случаях, если у вас допустим в интерьере будут очень большие окна, шума будет очень мало и с наложенными текстурами и материалами даже вот этих минимальных настроек будет достаточно. Что еще удобно с такими маленькими, с таким маленьким временем запекания очень легко настраивать освещение, пробовать разные сценарии. А то по часу ждать как-то не очень хочется. Ну и опять-таки GPU Lightmass это метод Build Force. Поэтому у нас появилось много деталей, дополнительных теней, которых CPU Lightmass просто не вытягивает. Вот этот весь шум уйдет как только мы чуть-чуть повысим настройки. Но свет уже смотрится очень и очень хорошо. Никакой грязи, ничего нет. Просто чуть-чуть шумно. Мы сейчас это уберем в настройках. И еще одно. Мы забыли посмотреть в прошлом видео, сколько же после последнего запекания занял наш файл с Lightmass. Когда мы предпоследний раз смотрели, он был 160 с чем-то мегабайт. Мы сняли галочку Compress Lightmass и он начал занимать 880 мегабайт. Но, конечно, пропали вот эти пиксельные такие градиенты. А вот это наше запеченное освещение с галочкой Compress Lightmass. И вот в таком качестве занимает... Сейчас CPU нужно сохранить файл. Все, мы сохранили файл. Появился наш новый файл от GPU Lightmass. И он занимает всего 165 мегабайт. Но у нас сейчас стоит галка Compress Lightmass. Мы пока ее трогать не будем. Оставим. Все настройки здесь мы оставляем по дефолту. Единственное, что мы делаем, это... Открываем Base Lightmass INI. Опускаемся в сам низ. И меняем это значение. Увеличиваем просто в два раза. 64 на 32. Файл. Сохранить. Эти настройки можно вот так сохранять, открывать при открытом Unreal. И опять все, что делаем, это запекаем. Ничего больше не меняем, просто Build. Запеклось наше освещение. Давайте посмотрим, сколько заняло по времени. 14,5 минут. Качество уже практически такое, как 20 часов при запекании процессора. Можно еще чуть-чуть увеличить. Убрать вот этот шум. Но он уберется вот этой галочкой Compress Lightmass. Это вы уже все сами попробуйте. Ну и конечно, тоже не будем уже тратить время на запекание при настройках. 128 на 64. Тоже уже сами попробуйте. Картинка будет супер чистая. Данный интерьер уже можно текстурировать и пропадут вот эти все неровности и шероховатости и шум практически не будет видно. Давайте лучше я вам покажу, как осветить интерьер с помощью HDRI. Так как сейчас мы использовали, грубо говоря, Sun и Sky, как в игре и кроне. А сейчас попробуем HDRI. Давайте уберем солнце. Не будем его удалять. Просто галочку Affect Vault выключим и оно перестанет влиять на нашу сцену. Так как оно сейчас запеченное, оно осталось. Но после того, как мы перезапечем наш свет, оно исчезнет. И давайте удалим Exponential Height Fog. Все, что у нас осталось, это вот наш Skylight. И чтобы использовать HDRI, все, что нам нужно сделать, это вот Source Type. Из SLS Capture Scene выбрать SLS Specified Cube Map. И вот тут есть у нас слот для HDRI. Я подготовил 2 HDRI. Вот этот 1725 Sun Clouds. Это от Питера Гатри. Я думаю, все знают. И она в свободном доступе уже в интернете. Попробуем ее. И все, что тут нужно увеличить, это Source Cube Map. Ой, Cube Map Resolution. Увеличить просто то плохого качества будет свет. Увеличиваем до 1024. И интенсивность давайте поставим 8. Все равно нужно попробовать. Я для теста уменьшу настройки. 32 на 16. Чтобы не заняло много времени. Сохранить. Ничего не меняем, просто Build. Так, свет с HDRI у нас запекся. HDRI довольно мощное. Все очень белое. Давайте опустим в Post Process Volume экспозицию до нуля. 2. Даже так немного светло. Давайте минус 1 поставим. Вот так нормально. Вот так свет запекается с помощью HDRI. Только давайте еще опустим до минус 2. Мы не попали с HDRI. Солнце светит наверное с другой стороны. Слева направо. Или скорее всего оттуда солнце у нас светит. Так как тут такие тени четкие. Смотрите, видите, даже от кабеля тень падает при запекании с HDRI. Давайте я вам покажу маленький, не секрет такой, как я пользуюсь HDRI. Я просто продублирую еще раз нашу карту, наш уровень. Пусть назовем его Test. Откроем его. Сохраним. Опять у нас, так как мы продублировали только сам уровень без запеченного света, у нас тут темно. Смотрите, что мы сделаем. Мы выделим всю нашу геометрию. Вот так. Возьмем. И сожжатым шифтом выделяем всю геометрию. Опускаемся здесь вниз. И давайте мы укажем, уменьшим. Так как мы поднимали наши Lightmass Resolution на всех объектах. Для тестов освещения они нам не нужны такие высокие. И чтобы свет просчитывался быстрее, давайте мы везде поставим 64. Только, допустим, на полу поставим еще 24, чтобы хорошо тени ложились. И мы видели, откуда светит солнце, чтобы мы могли потюнинговать немножко нашу HDRI по вкусу. И просчет с такими настройками будет занимать одну минуту. Вы себе просчитаете, посмотрите настройки, насколько вы покрутили свет. И возвращаетесь в файл, где все ваши Lightmass Resolution уже накручены. И просто туда вставите значение, на которое вы хотите развернуть вашу HDRI. Просто будет у вас такой уровень, где вы тестируете освещение разное HDRI. Он будет быстро считаться. Разворот HDRI у нас вот тут. Source Cubemap Angle. Так как было видно, что свет светит прямо на нас. Давайте повернем на 90 градусов, чтобы свет светил справа налево. Надеюсь, мы угадаем с углом 90 или минус 90, не знаю. И жмем Build и посмотрим, насколько быстрее с Lightmass Resolution везде 64. Насколько быстрее просчитается свет. Прошлый просчет занял 5 минут. Смотрим. Просчитался наш свет. Смотрим. Так, с разворотом солнца мы, по-моему, не угадали. Но теперь вы знаете, как крутить HDRI. И смотрите. Сейчас просчет занял 1 минуту 27 секунд. Ну, с 1 минуты можно уже просчитывать пару раз и смотреть, куда попадает наше солнце. Вот такой вот. Так освещается сцена с помощью HDRI. И хочу вам показать еще один метод освещения. Называется он... Вот тут в Lights есть Sun and Sky. Он с таким компасом. Сейчас мы поговорим про него. Давайте я для начала расскажу, как включить вот этот Sun and Sky. Потому что изначально его может здесь не быть. Заходим в Settings, Plugins. Выбираем Build-in. И здесь пишем Sun. Вот так он называется. Sun Position Calculator. Просто жмем Enable. Оно попросит перезагрузить Unreal. Перезагружаете. И после следующей загрузки он появится здесь. Я удалил все источники освещения, которые были в сцене. Это просто остался еще запеченный свет с прошлого раза. Вытаскиваем его в сцену. Он очень яркий. Давайте мы уменьшим немножко силу. Смотрите. Это как бы созданный такой blueprint группа разработчиками. Но внутри обычный Directional Light, каким мы пользовались ранее. С теми же настройками. И тот же Skylight с теми же настройками. Просто вот тут он выбирается всем вместе. И тут у него есть свои дополнительные настройки. Давайте мы возьмем Directional Light. И тут почему-то интенсивность стоит 75000. Мы поставим 10. Просто 10. Не 10000. А 10. И я думаю... Хотя нет. Давайте вернем. Пусть будет 75000. Мы просто уменьшим по спросу и сволим экспозицию до минус 10. Здесь нет. Минус 5. Слишком ярко. Хорошо. Давайте тогда немножко таким уменьшим. Давайте до 100. О! Это уже лучше. Так. Теперь расскажу как пользоваться вот этим Sun и Sky калькулятором. настройки. Вот. Хорошо. Теперь рассказываю как пользоваться. Давайте выделим его вот так. Вот тут созданы настройки разработчиками, которые позволяют выставить нам широту, долготу, таймзону вашего города. И если вы знаете положение вашей квартиры относительно юго-запада-востока, просто выставляете квартиру, разворачиваете. Так как она у вас на планировке. Давайте я поверну так, чтобы солнце попадало нам в окно. Но вы выставляете реальные значения. А дальше самое интересное, вот допустим, в Киеву это минус 2 таймзона у нас. Солнце уже светит куда-то в другую сторону. Давайте я тогда чуть-чуть разверну, чтобы просто продемонстрировать вам как она работает. И вот тут выставляется месяц и день. Это у нас получается 21.09 месяц сентября. В 13.00 свет в квартиру будет попадать вот так. И вы можете заказчику сказать, вот в 13.00 у вас так. Вот в 8 утра солнце не будет светить вам в окно. Допустим, в 21.00 тоже не будет вам светить в окно. Здесь вы просто можете двигать ползунок и смотреть, как солнце падает в вашу квартиру. Вот, допустим, красиво в 9 утра падает солнце на стену. И это физически корректно расставлено солнце. То есть можно реально демонстрировать, как в этом месяце, в этом дне солнце будет светить в конкретную квартиру, которую вы укажете. Просто прогуглите широту и долготу города, в котором находится ваша квартира. Вот и все. И все так же запекаем свет, как и в прошлый раз. Просто нажимаем build и смотрим, что получилось. Запекся наш свет. Так как у нас light mass resolution низкий, то качество такое себе, но принцип вам понятен. Красиво. Можно чуть-чуть поднять экспозицию и сказать заказчику, вот так красиво у вас будет утром такого-то числа, такого-то месяца. Вам спасибо за внимание. Это все. Пожалуйста, пишите вопросы. Если что-то непонятно, обязательно отвечу. Пишите, на какие темы еще снять видео. И за секунду увидимся в другом видео.